Всем тыквенный привет, с вами Дрим и в сегодняшнем видосе, ребятки, мы с вами поговорим про новое событие, где можно получить постоянный костюм абсолютно бесплатно. Также, ребятки, я вам расскажу про эксклюзивный скин от Razer, который вы видели в самом начале на М416, а также, ребятки, я вам покажу еще скины на самолет 18-го Ройал Пасса и на думовую гранату, ну а в конце видоса вы узнаете результаты розыгрыша одного Ройал Пасса, который я запустил 5 дней назад. В общем, много интересной информации, ребятки, обязательно подписывайтесь, потому что только благодаря вашей подписке мы сможем с вами до 1 марта достигнуть цель 230 тысяч бойцов в наших тыквенных войсках. Всем говорю, приятного просмотра, ну а мы начинаем. И первое, что мы с вами рассмотрим, ребятки, это новое событие на регионе США. В этом событии вы можете получить абсолютно бесплатно постоянный костюмчик, так что давайте разбираться, что к чему. Вот такое вот событие появилось вчера на регионе США, ребятки. Называется это событие, как видите, Armored Alliance. И как только вы открываете это событие, у вас появляется выбор, ребятки. Вам нужно выбрать красную команду или синюю команду. И это очень-очень важно. Не торопитесь с выбором. Я, к примеру, перед тем, как выбирать кого-то, сначала спросил у подписчика, который уже выполняет миссии в этом событии, чтобы получить награды, да, какую лучше команду выбрать, какая побеждает. И он сказал выбирать красную команду. Так что вам, ребятки, тоже советую при регистрации, то есть когда вы заходите, да, грубо говоря, в это событие, выбирайте именно красную команду. И дальше я объясню, конечно же, почему лучше выбирать красную команду, да и вообще как работает это событие. Во-первых, у нас есть событие, где у нас соревнуются две команды, да. У нас за это событие можно получить вот такие вот крутые награды. Фрагменты купонов, популярность, классический кейс. И последнее мы получаем, как видите, костюм, ребятки. Вот такой вот крутой костюмчик мы можем с вами получить. Вам нужно выполнять всего лишь вот эти вот ежедневные миссии. Они очень простые, они обновляются каждый день. И вот видите, здесь наверху даже есть таймер, когда эта миссия обновится. И есть элитные миссии, которые обновляются один раз в неделю. В принципе, миссии простые, вы сами видите, да, вот допустим, элитная миссия, просто победить один раз в классическом режиме. То есть взять топ-1, да, в классическом матче. В принципе, здесь есть даже правила, если вы хотите, можете с ними, конечно же, ознакомиться. Здесь написано, да, что вы выбираете свою команду, да, там красных или синих. Воюете, выполняете миссии, обязательно выполняете все миссии, чтобы помочь вашей команде победить, да. В принципе, стандартные правила, ничего здесь такого сверхъестественного нету, да. Но, но, если мы с вами прямо сейчас нажмем на кнопочку View Map, то есть посмотреть карту, да, вот этой битвы, то мы с вами наверху видим счет, ребятки. Видите, здесь у красных 14 миллионов там с копейками, а у синих, как вы видите на данный момент, 7 миллионов, ребятки. Поэтому я вам и рекомендую выбирать красных, потому что таким образом вы сможете быстрее продвигаться, и вы победите, и сможете забрать свои награды. А также здесь на карте вы видите вот такие вот регионы, да, видите, разделенные, где вам нужно именно выполнять данные миссии, и каждый регион открывается в определенный день, да. Вот видите, 7 день, 12 день и так далее. То есть вам нужно прыгать в определенную локацию, выполнять, конечно же, миссии, ну и если вы будете это ежедневно делать, конечно же, вы получите свою награду. В принципе, события очень даже годные. Очень жаль, что нам не завозят такие события, если честно, да, потому что, во-первых, там прикольный костюмчик, во-вторых, он постоянный, в-третьих, есть какой-то интерактив, да, то есть у нас такого, ну, я не помню, чтобы у нас была там конкуренция, две команды и так далее. Поэтому надеюсь, надеюсь, что данные события завезут и нам. Вот прям жду ваше мнение в комментариях, ребятки, как вы думаете, завезут нам или нет. Но, если честно, очень сильно сомневаюсь, потому что было много событий, которые до нас, к сожалению, не дошли. Поэтому, если вам интересно, меняйте регион на США, именно регион, сервер не трогайте, пожалуйста, не путайте сервер с регионом, да. Меняйте с помощью VPN на США, и, в принципе, у вас это событие появится, и вы сможете выполнить все миссии и забрать, конечно же, награды. Но это нужно делать именно сейчас, как вы понимаете. Чем позже, тем меньше шанс, что вы сможете накопить нужное количество очков для того, чтобы забрать свою награду. Окей, по поводу данного события мы с вами поговорили. Теперь хочу коротко поговорить насчет вот этого вот скинчика на М416, который есть у Азимова. Неудивительно, конечно, да. Это эксклюзивный временный скинчик, ребятки, от Razer. То есть, есть определенная коллаборация, которая снова же нам недоступна, где можно получить вот такой вот скинчик за донат. Но, имеется в виду, что если вы просто задонатите себе на аккаунте УЦ, то есть платить за этот скин временно не нужно. Это было бы максимально глупо, да, за временный скин платить деньги. В общем, скинчик очень годный. Я не знаю, почему, во-первых, для нас это недоступно. Во-вторых, я не знаю, почему они его не сделали постоянно. Потому что, ну, могли бы поставить там какие-то дополнительные условия, да, там за какую-то крупную сумму, возможность получить вот такой вот эксклюзивный скинчик. Вот я, если честно, вот честно, я бы погонял с таким скином. Потому что выглядит, ну, он очень круто, ребятки. Не знаю, вот напишите свое мнение в комментариях. Хотели ли вы бы себе на аккаунт вот такой вот крутой скинчик на 416 или нет. И если вы вдруг хотели бы себе такой скинчик, тогда дальше именно для вас информация. А именно, я расскажу в двух словах, каким образом Азимов получил этот скинчик. Потому что, ну, получал, во-первых, много уже сообщений в Директ, в Инстаграме. Уже видел пару видосов в ТикТоке, что там можно на халяву получить. Ну, вы знаете, какие видосы в ТикТоке, да. И, в принципе, поэтому решил быстренько показать просто, что вот этот скинчик можно получить за донат в игру. То есть, если вы себе задонатите, к примеру, 1500 ЮЦ-шек, тогда вы получите вот этот скинчик на 7 дней, как сделал Азимов. Но там все сложно, ребятки. Там нужно, во-первых, сделать себе кошелек, вот этот Razer, да. Его нужно делать именно через VPN. Азимов делал через VPN Италии. Он мне сказал специально, чтобы, ну, если вдруг кто-то будет делать, да, чтобы знал, через что делать. Сделал этот кошелек, его привязал. После этого он через Мидос себе задонатил с помощью этого кошелька. И только тогда он получил этот скинчик себе на аккаунт. В принципе, очень долго, очень муторно, эксклюзивно, вопросов нет. Но, к сожалению, временный. Да, здесь есть возможность суммировать каждый донат. То есть, если, допустим, вот вы видите, да, задонатили, к примеру, себе 6000 ЮЦ-шек, да. То в этой ситуации вы получаете этот скин на 30 дней. Если вы задонатите еще 6000 ЮЦ-шек себе на аккаунт, вы получите еще сверху 30 дней. То есть, у вас этот скин будет уже 2 месяца на аккаунте и так далее. Ну, а видос я сам сделал, потому что, как я уже говорил ранее, получил много вопросов, как получить этот скин. Ну, и, конечно же, чтобы вы были проинформированы и знали, что такой скин бесплатно вы не получите. И это не реклама, ребятки, поэтому ссылку я просто оставлю в комментариях, но закреплять я ее не буду. Поэтому, если вам вдруг интересно, можете полистать и найти. В общем, теперь поговорим насчет 18-го Роял Пасса. Я вчера, в принципе, делал видос, да, где показывал все скины 18-го Роял Пасса. Если вы вдруг пропустили этот видос, можете его посмотреть. Вот вам подсказочка. Но, в этом видосе, ребятки, несколько скинов не были прогружены, да. И сейчас появились новые утечки. И, во-первых, мы можем с вами увидеть, как будет выглядеть самолет. Вот он, ребятки. Вот таким вот образом будет выглядеть самолет 18-го Роял Пасса. И вот так будет выглядеть дымовая граната 18-го Роял Пасса. Просто вчера эти скины были недоступны, а сейчас они появились в утечках. Поэтому я решил с вами ими поделиться. В принципе, на этом все. Прямо сейчас, ребятки, вы узнаете результаты розыгрыша одного Роял Пасса, который я запустил 5 дней назад. Ну, а если и вы хотите участвовать в розыгрыше и выиграть себе Роял Пасс, вам нужно быть всего лишь подписанным, ребятки. И, конечно же, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить тот самый видос, где будет этот розыгрыш. Он проходит еженедельно, поэтому, я думаю, проблем с этим у вас не будет. В общем, выбираем победителя. Нужно было обязательно быть подписанным, поставить лайк и написать комментарий, где вы обязательно укажете свой игровой ID, чтобы я мог вам отправить ваши 600 UCS. Ну, а на этом видео заканчивается. Если оно вам понравилось, было интересным, обязательно влепите лайкосик. Если вдруг не понравилось, ставьте дизлайк. Ну, а с вами был Dream. Всем топ-1. Субтитры сделал DimaTorzok